С принятием декрета указа номер 337 мы расширили виды деятельности с 18 до 30. Вспоминаем про них, это пошив одежды, пошив обуви, что там, ремонт, да, есть штукатурные, малярные, стекольные работы, это парикмахерские услуги, косметические услуги. Главное, что мы таким лицам дали возможность осуществлять свою деятельность. Осуществлять свою деятельность только лишь, как говорится, уплатив определенную фиксированную сумму по итогам соответствующего периода. Никаких налоговых деклараций, никакой налоговой отчетности. Такие лица непосредственно нам сдавать не должны. Вот чем и привлекателен, да, чем хороший вот этот вот режим, что им не нужно регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, и не нужно не сдавать никакую налоговую отчетность. Уплати только лишь, как говорится, фиксированную сумму и осуществляй деятельность. Надо сказать, что мы на этом не остановились. Мы и при подготовке новой редакции налогового кодекса, мы предусмотрели уже и еще дополнительные новые виды деятельности, которые, на наш взгляд, ну, скажем так, активно развиваются на сегодняшний день на рынке, и которые могут быть вот рассмотрены как заявительные. Это аквагрим, аквагрим на лице, да, аквагрим на теле, то, что активно используется, когда проводятся различные международные соревнования, международные какие-то конкурсы. И очень один из таких тоже на сегодняшний день видов деятельности, которые вот используются лицами, это услуги по упаковке.